Аудиокнига своими руками Студия «Барабаны судьбы» Читает Александр Водяной Первая находка Итак, 007 направился к особняку контрразведчика. Его впустили в старинное здание уникального архитектурного стиля, где он обнаружил невероятный кавардак. Мебель была перевернута, дверцы шкафов распахнуты, книги, белье, подушки и одеяло валялись на полу. Повсюду суетилась прислуга, перетряхывая брюки, пиджак, жакеты и другое содержимое гардеробов. В гостиной, внимание, 007, привлек персидский ковер, скатанный в толстый тяжелый рулон. На нем, устало прислонившись к стене, сидела заплаканная дама, в которой котенок узнал жену шефа контрразведки. Она попыталась подняться, чтобы поздороваться, но безуспешно. Ноги не держали ее. — Доброе утро! — приветствовал даму 007 и учтиво поцеловал ей руку. Хозяйка дома печально взглянула на него и безнадежно покачала головой. — Бедная чхо-чхо! Ее нигде нет! — Не падайте духом, мадам! Соберитесь силами и соблаговолите встать! Вот вам мое плечо! С трудом сдерживая рыдание, дама повиновалась, причем две расстроенные горничные поддерживали ее под руки. «А теперь посмотрим, что там внутри!» С улыбкой произнес 007, указывая лапкой на рулон. Тот развернули и с удивлением обнаружили, что внутри персидского ковра расположился шеф контрразведки в костюме и с лупой в правой руке. Он спал, улыбаясь и тихонько похрапывая. «Дама разбудила мужа!» «Как ты здесь очутился?» «И где чхо-чхо, моя несчастная крошка?» «Не знаю, дорогая. Я ополз по ковру с лупой в поисках ее волосков. Когда меня что-то накрыло, закрутило и стиснуло». «Ваше превосходительство!» вмешался 007. «Ваша супруга пыталась найти баллонку под ковром. Край его подняли, и случайно закатали вас в рулон. Такое может случиться с каждым. Дело житейское». «Скорее всего, так и было», согласился хозяин, разглаживая левой рукой слегка помятые брюки. «Но почему вы не закричали?» заботливо полюбопытствовал 007. «Соблюдал приличия», ответил шеф контрразведки с достоинством. «Я сообщил о своем положении в полголоса. Но ты, милая, горько плакала и не расслышала», пояснил он жене. «Потом стало так тепло и уютно, что я задремал». «И ты мог равнодушно спать, когда пропало чхо-чхо», возмутилась хозяйка дома. «Ах, как вы, мужчины, бесчувственны!» Жаркий румянец стыда залил небритые щеки контрразведчика, и он понуро склонил голову. Вторая находка. «Сударь», заявила дама агенту 007 с упреком. «А ведь и вы отвлеклись от поиска у моей крошки!» «Не рано ли?» Котенок иронически усмехнулся. «Простите, сударыня, вот вы находите мужчин бесчувственными, а как же сами не ощутили, что сидите на собственном муже и на чхо-чхо!» Дама тряхнула кудрями в негодовании. «Не может быть!» «На супруге сидела, признаю, но уж никак не на чхо-чхо!» «Что вы, сударь, себе позволяете?» «Извольте взглянуть!» торжественно объявил 007 и тихо позвал. «Чхо-чхо, где ты?» «Покажи личико!» Тут все ахнули, ибо веселые черные глазки блеснули из жилетного кармана изумленного шефа контрразведки. Спустя мгновение прелестная крошечная собачка, покрытая струящейся, шелковистой белоснежной шерстью, вспрыгнула на руки своей счастливой хозяйки и лизнула ее в лицо. «Позвольте вручить вам обещанное вознаграждение!» произнесла жена контрразведчика и вынула из сумочки «Миллион долларов!» «Простите, мадам, не могу принять!» «Это дело не потребовало от меня никаких усилий!» улыбнулся котенок, затем раскланялся и отправился на свою виллу, где рассказал всю историю маме Молли. Она сначала громко смеялась, но потом, узнав, что 007 отказался от премии в миллион долларов, смеяться перестала. Мне остается объяснить, как агенту 007 удалось найти баллонку Чхо-Чхо и ее хозяина. Науке известно, что у котов и кошек превосходный слух, намного лучше нашего. То, что человеку кажется тишиной, для них может звучать богатой симфонией. Они легко определяют и источник звуков. Вот почему 007 услышал храп хозяина и писк баллонки, как только появился в гостиной. Остальное не представляло труда, ведь котенок был чрезвычайно умен. Сказка 17 История одного похищения Продолжаю рассказывать о жизни агента 007 в Иерусалиме. В предыдущей сказке он обнаружил пропавшую баллонку Чхо-Чхо, а заодно и ее исчезнувшего хозяина, шефа контрразведки. Котенок нашел их так легко и изящно, что, кажется, любой лопоухий ребенок справился бы с такой задачей. Однако, я вас уверяю, это поверхностное впечатление, потому что дело не в размере ушей и даже не в их форме, а совсем-совсем в другом. Ночной разговор Прошла неделя после событий, рассказанных в последней сказке. Жизнь 007 и кошки Молли текла спокойно, но однажды пронзительный телефонный звонок опять взорвал тишину Иерусалимской ночи. Котенок 007, который по обыкновению допоздна читал в постели, снял трубку. — Алло, 007? — послышался голос начальника контрразведки. — Ты еще не спишь? — Нет, ваше превосходительство. А в чем дело? — У меня жена пропала. — Вот в чем. — А я не хочу коллег подключать. — Тогда журналисты пронюхают. — Знаю. Не следовало тебя беспокоить, но мне больше не на кого надеяться. — А если любимую баллонку пустить по следу? — Исключено. Она тоже пропала. Относительно чхо-чхо я уже дал объявление в газетах. Жену не упоминал. Обещал награду. — Какую? — поинтересовался 007. — Миллион долларов. — Полагаешь, мало? — Могу добавить. — Добавьте, если не жалко. — Ну и как, узнали что-нибудь? — Увы. Ничего, 007. Я в отчаянии. — Превосходно. Берусь за это дело. Доброй ночи, ваше превосходительство. Котенок положил трубку и погрузился в сон. Тайна прекрасной дамы. Проснувшись, 007 вспомнил телефонный звонок. И тот показался ему довольно странным. Уж очень он напоминал ночной звонок на прошлой неделе. Но теперь все было шиворот на выворот и потому сбивалось в толку. Однако медлить было нельзя. Следовало продумать план действий и прежде всего решить, кого искать первый. «Начать с мадам или баллонки?» — стучало в висках. Это был серьезный вопрос, от которого нельзя было отмахнуться. От него во многом зависел успех всего предприятия. Сравнительные размеры пропавших говорили в пользу мадам. Найти взрослую женщину казалось проще, чем маленькую собачку. На мадам указывала и единственная известная 007 французская фраза «Шорше ля фамм». И все же котенок колебался. В самом деле, ни один серьезный сыщик не взялся бы за поиски беглянки, не зная хотя бы приблизительно, мотива ее исчезновения. А в данный момент 007 и отдаленно не мог вообразить, что побудило любимую жену контрразведчика покинуть особняк. Увы, котенок был не особенно силен в женской психологии, но он знал этот пробел в своем образовании и решил посоветоваться с мамой. Молли узнает, что случилось. Вопрос сына не застал кошку Молли врасплох. Во-первых, когда ночной телефонный звонок разбудил ее, она из реплик 007 сделала вывод, что у шефа контрразведки большие домашние неприятности. Во-вторых, во всех утренних газетах было помещено отчаянное объявление. Пропала баллонка Чхо-Чхо, девочка с неуживчивым характером, окрас белый. Всех знающих ее местонахождение просят откликнуться за вознаграждение в один миллион долларов или больше. Хозяин весьма страдает от одиночества. Звонить по понедельникам ровно в двенадцать. Вы, конечно, поняли, что замечание о плохом характере было военной хитростью хозяина баллонки. Оно должно было разочаровать похитителей и снизить величину выкупа. А сообщение о страданиях контрразведчика было включено в надежде, что объявление попадется на глаза его жене и к Чхо-Чхо отношений не имело. Наконец, в-третьих, имея много приятельниц в Иерусалимском кошачьем сообществе, Молли быстро узнала все местные новости. Вот и сегодня знакомая ангорская кошка рассказала, что возле дома шефа контрразведки двое неизвестных поймали баллонку и увезли в багажнике Вольво. При этом какая-то дама успела запрыгнуть в багажник и также оказалась похищенной. Знакомая утверждала, что названная дама и жена шефа были похожи как две капли воды. Лишь только Молли поделилась с сыном услышанным, ему стало ясно, что жена его превосходительства пожертвовала собой ради любимой собачки. Такое поведение заслуживало уважения, и 007 с восхищением поведал ее мужу об этом самоотверженном поступке. Было решено без промедления договориться о совместных действиях по освобождению Чхо-Чхо и ее хозяйки. Не, почему бы вам не посетить нашу виллу завтра утром? Мама приготовит что-нибудь вкусненькое на завтрак пригласил 007 в шефа контрразведки. Непременно зайду, пообещал тот. Требование выкупа Поскольку разведчику плохо спалось, он прибежал на совещание и едва рассвело. Молли угостила его виски содовой и разведчик, поблагодарив, тяжело опустился в кресло с полным стаканом в руке. Все поняли, что говорить не о чем. А ведь сегодня понедельник, не так ли? Нарушил молчание пострадавший. Похоже на то, подтвердил 007. Потянулось тягостное ожидание. Наконец на стенные часы прокуковали полдень и вот минуту в минуту зазвонил мобильный телефон контрразведчика. Ровно в полночь принеси три миллиона баксов десятками на угол улиц Бахар и Бецалель зазвучал измененный мужской голос. Деньги оставь в урне для мусора. И отправляйся спать. Болонку получишь утром. Провалиться мне на этом месте, ежели вру. А как же моя жена? Забери хоть сегодня, бесплатно. Правда, ее от собаки не оторвать. Так надоело, что еще и приплатим, вмешался в разговор противный женский голос. Нет, позвольте, она ангел, воскликнул контрразведчик в негодовании. Может, и ангел, не знаю, произнес мужчина сомнением. Заплатишь, собака, твоя, бери женой или без, как хочешь. Предупреждаю, приведешь полицию или не заплатишь, баллонка умрет, тебе ее не спасти. Вся твоя контрразведка не поможет. Запомни. Трубка замолкла. Поскольку зарплата шефа контрразведки не позволяла ему выплатить преступникам три миллиона, он, моли котенок, должны были в течение вечера найти выход из, казалось, безвыходного положения. На карту было поставлено все. В конце концов, единодушно решили выкуп не платить, заложниц освободить самим, обманув похитителей. Сыграть главную роль в исполнении этой нелегкой миссии поручили агенту 007. Не думаешь, справлюсь? Спросил маму 007. Уверенно. И вообще, попытка не пытка, ответила Молли. Котенок вздохнул с облегчением и благодарно обнял свою мудрую мать. 007 вступает в борьбу. В полночь шеф контрразведки появился в том месте, которое ему казал таинственный похититель. Он осмотрелся вокруг не души. Начальник положил тяжелый пакет, перевязанный голубой ленточкой, в мусорную урну и удалился в сторону своего особняка. Очутившись дома, он в соответствии с требованием похитителя заснул, чтобы не вызывать подозрений. А мы мысленно нырнем в урну и заглянем в пакет, где, как и следовало ожидать, не найдем ни единого доллара. Зато мы обнаружим там агента 007, свернувшегося калачком, с пистолетом, прибором ночного видения и перископом. Снаружи не доносилось ни звука. Котенок расслабился и забылся сном. Совсем-совсем ненадолго, так ему показалось. Но и этого хватило, чтобы проворонить мгновение, когда веревочная петля захлестнула урну и унесла ее в ночное небо. Разбудил его свист ветра и гул мотора. Он чувствовал, что урна вращается и раскачивается в воздухе. Наладив перископ, 007 разглядел, что она плывет над облаками, привязанной веревкой к небольшому вертолету. Лунный серп был единственным свидетелем этой странной картины. Каким же было изумление котенка, когда он разглядел в кабине мужчину и женщину, с которыми когда-то столкнулся на необитаемом острове. Да-да, то были похитители космических картин большой коровы из национальной галереи, они же разбойники. Вилли и Кобра Ивановна, встретившиеся корове позднее в охотничьей долине. Драма в пустыне Агенту 007 предстояло разрушить план злодеев. При помощи перископа и прибора ночного видения он обнаружил, что разбойники начали медленно снижаться над пустынной местностью, монотонность которой нарушала лишь одинокая финиковая пальма. Спустя несколько минут урна долбанулась о камни, что 007 не назвал бы мягкой посадкой, а затем рядом приземлился и вертолет. Надо пересчитать добычу, предложил гангстер Вилли, вытаскивая пакет из урны. Не спеши, дорогой, мы это сделаем вместе, остановила его сообщница, бросив на мужа подозрительный взгляд. Затем похитители направились к пальме, под которой грустно сидели уже знакомые нам заложницы. Их прекрасные глаза были заплаканы. Изящная серебряная цепочка прочно примкнула к стволу одной из лапок чхо-чхо, а другая была прикована еще одной филигранной цепочкой к левой руке хозяйки, правой же рукой. Несчастная женщина угощала баллонку финиками, которые, следует воздать им должное, были здесь отменного качества. Взглянув на злодеев, пленницы поняли, что им век свободы не видать. И издали дружный стон. Хватит, ныть, ша, раздраженно скомандовала Кобра Ивановна. В дорогу, направление в Маклок-Сити, бодро сообщил пленницам Вилли. Не переживайте, мадам, мы попробуем продать вас вместе с собакой в одни руки, утешил он жену начальника. Вот только денежки перечитаем и в путь, уточнила Кобра Ивановна. Она взяла ножницы и торжественно перерезала голубую ленточку на пакете с долларами. С какими такими долларами? Удивляетесь вы, дорогие читатели, потому что следите за моей сказкой очень внимательно. Там ведь никаких денег не было. И вы абсолютно правы. Я пошутил. Это Кобра Ивановна думала, что в пакете доллары, а на самом деле в нем сидел агент 007 с пистолетом. Сквозь перископ 007 видел все, что происходило под пальмой, а слух у него, как мы помним, был отменный. Негодованию его не было предела. Хвост возбужденно подрагивал в предвкушении схватки. И вот не успели злодеи развернуть пакет, как 007 поднявшись во весь рост, оглушительно пальнул из пистолета, мяукнул и вцепился когтями в вилли. Тот завопил и рухнул на землю, а в этот момент Кобра Ивановна яростно шипела и пыталась ухватить котенка за горло. Однако он, сжавшись в комок, пулей метнулся к ней и сбил ее с ног. Напуганные до смерти, поверженные преступники ползком поспешили к вертолету, а 007 в позе Наполеона с презрением наблюдал, как они, отталкивая друг друга, забрались внутрь, запустили мотор и улетели. Котенок вздохнул с облегчением. Сражение окончилось блестящей победой. Оставалось немногое. Двумя пистолетными выстрелами 007 сбил замки с обеих цепочек, тем самым освободив пленец. Балонка и жена контрразведчика обрадованные бросились ему на шею. И так удачно получилось, что как раз в это время мимо пальмы проезжал старый бедуин. Он предложил за умеренную плату помочь даме Чхо-Чхо и котенку добраться до дома. Мерное покачивание и твердый поступь одногорбого верблюда постепенно успокоили наших героев, только что испытавших столько треволнений. Женская неблагодарность Проснувшись поздно, еще в постели шеф контрразведки услышал звучавшие на кухне веселые голоса Балонки и его любимой жены. Облегченно вздохнув, он потянулся к телефонной трубке, чтобы договориться с 007 о вручении награды. Но тут до него донеслось «Ах, чхо-чхо!» Серебряные цепочки поразительно шли нам обеим, не правда ли? Бесспорно, мадам, они были весьма тонкой работой, и мы могли бы носить их на шее, чхо-чхо, или просто сохранить на память. Если бы этот противный котенок, знакомый ему уже, не отстрелил замки, не пойму, радость моя, зачем портить красивые вещи? Следовало быть аккуратнее. Вы правы, мадам, но, полагаю, дело поправимое. На днях мне попались такие же цепочки в магазине Бирана, серебряных дел мастера, и за миллион долларов всего-то. А, вот как! Сегодня попрошу мужа приобрести их для нас обеих. Как это мило с вашей стороны, мадам! От души благодарю! Когда контрразведчик это услышал, его рука, протянутая за телефонной трубкой, повисла в воздухе. Придется отложить звонок к 007 до лучших времен, вздохнув, подумал он. А тем временем котенок, раскинувшись по своему обыкновению на диване, во всех подробностях описывал маме Молли свои приключения, и в точности, как на первых страницах знаменитого романа Оскара Уальде, виллу наполняло пьянящее благоухание роз, а когда по деревьям сада пробегал легкий летний ветерок, через открытую дверь попеременно вливался густой запах сиреней или более нежный аромат розовых цветков боярышника. Вот и наступил конец этой истории. Сказка восемнадцатая Пожар цирки Шапито Спасением Балонки не закончились приключения 007 в Иерусалиме. Я собираюсь рассказать о его и Мотином подвиге, детали которого до сих пор не раскрыты полицией. Мне-то они хорошо известны, а сейчас станут известны и вам. Ни капельки не сомневаюсь, что вы прекрасно помните мои сказки и не нуждаетесь ни в каких напоминаниях. А вот другие читатели могли и забыть тех героев, о ком я давно не писал, оправдываясь тем, что с ними в это время не происходило ничего героического. Возьму, к примеру, бычка Мотю. Не удивлюсь, если кое-кто спросит, а кто это? Мы такого не помним. И действительно, Мотя давненько не появлялся в моих сказках. А разве он не был героем? Спросите любого родителя, неужели воспитание телят не подвиг? И ответ будет однозначным. Подвиг, самый настоящий подвиг. Не сомневайся. В настоящий момент мой долг повторить кое-что о Моте, чтобы читатели отчетливо его припомнили и не ворчали на меня. Невысокого роста, но щедро одаренный физически, Мотя к тому же был бычком оригинального, глубокого интеллекта и высокой морали. За эти ли качества, или за другие, но большая корова всем сердцем полюбила его. А уж в Мотяных чувствах будьте уверены, и однажды, когда Мотя спас корову от зубастого крокодила, произошло взаимное объяснение в любви. За ним последовала великолепная свадьба, медовый месяц на паруснике, совместное фигурное катание и рождение прелестных телят. Были ли они счастливы? Из деликатности я этот вопрос не задавал, но мое личное мнение, они оказались идеальной парой. Подружившись с 007, Мотя рассказывал ему о своей жизни. Бегал сытый по полям, кушал травку по лугам, а когда по лесу шел, я любовь свою нашел, и на пару комары нас кусают с той поры. Почему? Да потому, что грустно было одному. о смысле жизни. Еще в охотничьей долине большая корова и кошка Молли стали закадычными подругами, и теперь в Ирусалиме они старались видеться как можно чаще. Корова с детьми приезжала в гости в уютную виллу, где ее всегда принимали с исключительным радушием. Телята без присмотра бегали по саду, вытаптывая траву, а Молли и корова уединялись на кухне, вспоминая свою жизнь в охотничьей долине или обсуждая кулинарные рецепты. В свою очередь Молли и 007 совершали поездки за город, чтобы навестить большую корову и все ее семейство. Именно там, на зеленом лугу, встретились и подружились котенок 007 и бычок Мотя. Ни разница в возрасте, ни различия в семейном положении не стали препятствием к их духовному сближению, основанному на известной общности характеров и, главное, на страсти к философии. Бычку недоставало теоретической подготовки, но именно по этой причине он был свободен от догм и оставался оригинален в своих суждениях. Поверьте мне, Мотя оказался истинным самородком, и если бы жил во времена Канта или Гегеля, классикам пришлось бы потесниться. Друзей особенно привлекали проблемы бытия, каковые и стали в первую очередь темой оживленных дискуссий. В частности, вопрос о смысле жизни, которого осторожно избегал 007 в период своих северных странствий, неожиданно нашел решение во время одной из агорных прогулок 007 с Мотей. А зачем его знать, этот смысл, спросите вы, дорогие читатели? Нам и так хорошо. Ну, как же, отвечу я, зная смысл жизни и жить станешь осмысленно, если захочешь. А как это осмысленно, спросите вы? А так, без глупостей, отвечу я. На глупости делать интересно, и без них скучно, скажете вы. Ну, вижу, вас не переспорить. Сдаюсь. Давайте-ка лучше вернемся к 007 и Моте. Смысл жизни, объявил Бычок, в том, чтобы доставлять радость своим ближним. А если ближним радость не требуется, спросил 007. От радости не откажется никто, уверенно заявил Моте. А предположим, некто любит пирожные, а ты его мороженым угостишь. Какая от этого радость? Продолжал спорить 007. Большая, сказал Мотя, потому что мороженое любит все, особенно сливочный пломбир. Возразить было нечего. Идея, что надо. Помолчав, 007 тихо спросил, а не доставить ли нам радость кому-нибудь? Попробовать можно, но кому? Желающих много, а мы одни. Я бы начал с родственников, неуверенно предложил котенок. Как думаешь? Правильное, но лучше с твоих. У меня своих по горло. Кого ты обрадуешь, кучу других расстроишь. Ах, Мотя, ты ведь знаешь, как я одинок. из родственников только мама Молли осталась. Каждый день слышу от нее 007. Ты моя единственная радость. Мне больше никто не нужен. Это осложняет дело, признался Мотя. А между тем, кого мы имеем в семействе кошачьих? Тигров, львов, леопардов? Не жалуйся на одиночество, 007. Огордись, я бы и сам от такой родни не отказался. Есть кому радость доставлять. Но как их порадовать? Ума не приложу, задумался 007. Всех не обязательно. Выберем одного-двух и счастливим. Вот я водил телят на прошлой неделе в приезжий звериный цирк и видел дрессированного льва. Бедняге приходилось сквозь горящий обруч прыгать. Что тут хорошего? Давай-ка выпустим его на свободу. Пусть побегает на свежем воздухе. Наверняка обрадуется, подхватил котенок намек своего друга. Идея, что надо, воскликнул бычок. Тем более, что уже лет семьсот, как львы, не бродят по земле Израиля. А в Библии они упоминаются сто пятьдесят раз, не меньше. С нетерпением вижу я в своем воображении стада могучих львов, пасущихся на склонах иудейских гор вместе с ягнятыми. Операцию решили не откладывать, назначили на ту же ночь. Освобождение львов. Едва стемнело, Мотя и сидевшие у него на шее 007, тайком приблизились к деревянному забору вокруг цирка, расположенного посредине обширной городской площади, тускло освещенной редкими фонарями. В свете одного из них на воротах, закрытых из-за позднего времени, белела афиша гастролей звериного живодер ландского цирка, а забором был окружен шатер шапито, так по-французски называется высокая конструкция из мачт и натянутого на них полотна. На вопрос, как проникнуть за ограждение, изобретательный 007 нашел ответ немедленно. По его совету Мотя разбежался и копытами выбил из ограды несколько досок, что, как ни странно, не привлекло ничего внимания, несмотря на оглушительный треск. Теперь нарушители тишины беспрепятственно пересекли двор и приблизились к входу в шатер. Двери, естественно, были на запоре, но, ободренный успехом, Мотя рогами снес их с петель и оба друга прокрались в шапито на цыпочках. Софиты ярко освещали манеж, а весь амфитеатр был погружен в густой мрак. Незваные гости увидели, что на арене стоит узкая клетка, разделенная поперек на две равные части железной решеткой. В одной половине неподвижно лежала юная львица, на прелестной морде которой было написано страдание, а в глазах двумя крупными жемчужинами сверкали слезы. В другой части клетки был заключен молодой лев, который метался от стенки к стенке, тоскливо рыча и, тщетно пытаясь лапами, раздвинуть металлические прутья, отделяющие его от подруги. Мотя без труда узнал львенка, прыгавшего через огненный обруч на цирковом представлении. Заметно было, что шерсть царя зверей опалена. Более того, Мотя и 007 ясно разглядели, что чувствительные кончики его ушей повреждены. Результат общепринятого в цирках весьма болезненного наказания животных при дрессировке. Похоже было, что за какой-то проступок львеную пару заставили ночевать посреди манежа в тесной клетке и в слепящем свете. Той ночью влюбленные были оставлены одни в цирке, потому что знак протеста против издевательств над артистами наотрез отказались участвовать в спектаклях. Гнев директора был страшен. Остальные звери еще вчера были вывезены на гастроли в другой город, вследствие чего все клетки, кроме одной, пустовали. «Да», прошептал 007 на ухомоте, «Наш визит не назовешь неуместным». «Приступим к делу», процедил бычок сквозь зубы. Он был вне себя от ярости на мучителей животных, и попадись сейчас на мотины рога какой-нибудь укротитель, не позавидовал бы я ему. Вдвоем смельчаки выбежали на арену, приблизились к клетке и кратко разъяснили заключенным свои намерения. Те сначала не поверили своим ушам, настолько невероятным казалось избавление, но находились в растерянности недолго. Лев сообщил друзьям номер их клетки, а львица объяснила, где находится стенд для ключей. Спустя минуту замок громко щелкнул, и пленники присоединились к своим освободителям. «Ура!» дружно закричали все четверо и пустились в присядку. «А теперь огонь!» объявил 007, чиркнул спичкой и поджег тент Шапито. «Огонь!» с энтузиазмом поддержал Мотя, раздувая пламя. «Гори, гори, прежняя жизнь! Гори, страдания!» рычали лев и его возлюбленная, в точности, как в свое время, мастер и Маргарита, в одноименном романе. Выскочив из шатра, превратившегося в огненный столб, четверка рванула через двор к отверстию в заборе и помчалась по пустынным улицам. Если кто-то видел бычка, громко отбивающего копытами дробь по асфальту, с пушистым котенком на шее и в сопровождении двух молодых львов, то обязательно подумал, «Не иначе это сон». Сзади начали перекликаться пожарные сирены, и зареву пожара окрасила низкие тучи, но беглецы не оборачивались. До виллы добрались как-то необыкновенно быстро, а там их уже встречала кошка Молли. Она накормила всех, напоила и уложила спать. Счастливые львы растянулись на ковре, сплетясь лапами. Взглянув на них 007, прежде чем уснуть, пробормотал чуть слышно, «Ручаюсь! Мы прожили эту ночь со смыслом!» «Угу!» согласился Мотя и тоже погрузился в сладкий сон. Судьба цирковых артистов Пожар в цирке Шапито наделал много шума. И страдания зверей артистов подробно обсуждались в печати и на телевидении. В панике директор и жестокие дрессировщики, бросив труппу, сбежали в живодерландию, где им было обеспечено политическое убежище. А радости артистов не было предела. Кое-кто из них избрал свободу, другие предпочли переселиться в просторный зоопарк, расположенный в живописной долине на юге-западе Иерусалима, где и большое озеро, и водопады, и зеленые рощи, и лужайки, и где, по отзывам обитателей, созданы все условия для нормальной жизни. А лев и его подруга, спрятанные на Вилли-Молли и 007, через несколько дней после побега объявили Моти и его хозяевам, что не хотят расставаться с ними надолго. К тому же перспектива пастись за компанию с ягнятами в Иудейских горах их не привлекала. «Сейчас не средневековье, и без дискотеки я жить не согласна», твердо заявила юная львица. «Хочу в Иерусалимский зоопарк». Котенок, который был осведомлен о дружбе Рино и Гиппо с обитательницами зоопарка и о том, как там весело живется, поддержал подругу молодого льва. Все присутствующие тоже с ней согласились, и вскоре львиную пару можно было ежедневно видеть на танцплощадке зоопарка в компании с Рино и Гиппой, а также с Гиппо и Риной. Сказка девятнадцатая «Колодец в зоопарке». В этой сказке мы снова встретимся с пушистым котенком, то есть агентом 007 и узнаем, как он чуть было не погиб, но с помощью друзей «Спасся». Очкарик появляется и исчезает. В одно душное апрельское утро котенок 007 отправился в зоопарк, чтобы проведать новых друзей, юную львицу и львенка. Те еще спали, и он, не желая их беспокоить, присел в тени в одном из уголков парка, чтобы укрыться от жары. Увы, и там дышать было нечем, потому что из пустыни Сахары дул изнурительный знойный ветер хамсин, насыщенный мельчайшей песчаной пылью. Вдруг сзади послышался слабый шум. Котенок резко обернулся, и ему привиделось сквозь жаркое марево, что в траве прячется бородатый крошечный человечек в черном бархатном камзоле и красной конической шляпе. Лица его не было видно из-за огромных темных очков. Не сомневайтесь, агент 007 был знатоком литературы о гномах, включая Белоснежку и Властелина колец. Но здесь было явно что-то новенькое. Вероятно, очки на гномике. Неужели галлюцинация, подумал он, наверное, так и сходят с ума. Но ведь сумасшедшие в своей нормальности не сомневаются, удалось ему хоть как-то себя успокоить. Котенок попробовал приблизиться к гному, но тот метнулся в сторону, а затем 007 увидел такое, что на некоторое время остолбенел от изумления. Лишь коротенькие ножки в остроносых туфлях остались болтаться в воздухе, а другие части тела пропали из виду. Спустя мгновение исчезло вообще все, словно человечек провалился сквозь землю. Котенок в недоумении пожал плечами. Эх, оптическая иллюзия, решил он. На таком солнцепеке еще и в обморок грохнешься. Пойду-ка домой. Однако любопытство взяло верх, и, осторожно приблизившись к тому месту, где исчез гном, 007 сразу наткнулся на высохший древний колодец. Заросшее буйными травами отверстие было незаметно даже на расстоянии метра, и, очевидно, очкарик, как 007 сразу прозвал загадочного человечка, именно туда и провалился. Однако, даже перегнувшись через край колодца, разглядеть что-либо в черной дыре котенку не удалось. Неужели несчастный случай? Задумался он, но вскоре его мысли устремились в другом направлении. Чуть-чуть о подземной цивилизации. Недавно 007 прочитал где-то, что высокопоставленные чиновники НАСА уверены в существовании таинственной подземной цивилизации, но не знают ее местонахождения, а специалисты по неопознанным подземным объектам НПО убеждены, что подземные жители намного умнее нас и знают о нас все вплоть до самых интимных подробностей. С другой стороны, как это не печально, мы о них практически ничего не знаем. Кулинарные рецепты, игры, танцы, песни и наряды подземных жителей остаются для нас тайны за семью печатями, а они-то собирают информацию о наземном мире столетиями. Враждебные подземные силы возбуждают землетрясения и извержения вулканов в наказание за наши грехи, а в последнее время ими создана всемирная шпионская паутина, в которую попадает каждый излишне доверчивый ребенок, родившийся на земной поверхности. Раз в два месяца радары принимают из недра земли непонятные сигналы, над расшифровкой которых тщетно бьются наши лучшие умы. В последнее время твердо установлено, что это смесь арифметики, алгебры и геометрии. Все же мы получаем крупицы знаний о них слишком редко, подумал 007 с досадой. Куда смотрит контрразведка? Ему вспомнилось, что пусть с искажениями, но некоторые сведения о подземном мире просочились наверх еще в древности и в средние века. А в современных школьных учебниках о подземном царстве Аида и его жены Парсифоны найдете максимум два слова «харон» да «стигс». Раз-два и обчелся. Приехали на лодочке, а дальше что?» Не мог скрыть раздражение 007 и, как всегда в такие минуты, он обратился к воображаемому оппоненту. «Э, молчите, уважаемый, то-то же. А кто сегодня читает такого знатока подземной цивилизации, как Данте? А полотна Босха, милостивый государь? Что? Дают одностороннюю картину? Говорите. Согласен с вами, батенька, но от нее нельзя отмахнуться, как это делают многие». Эффектно закончил диспут 007. 007 в ловушке. Сомнений не оставалось. Очкарик был посланцем подземной цивилизации. Но чем он занимался в зоопарке? Почему следил за 007? С ним стоило поговорить. Теперь 007 мог начать спуск в древний колодец, цепляясь за неровности его стенок. Теоретически это кажется пустяком. Когти острые, вес относительно небольшой. Ничего не стоит до дна добраться. Но не будем забывать о песке, что сыпался из щелей, растрескавшихся стенках. Вот когда котенку стало ясно, для чего понадобились огромные очки этому очкарику. Без защитных очков, запорошив глаза песчинками, 007 сорвался и рухнул вниз. Здесь, дорогие читатели, я обязан прервать свою сказку, чтобы дать вам дружеский совет. Мы прекрасно знаем, что литературные герои часто проводят некоторое время в колодцах. Туда, например, бросили братья Иосифа Прекрасного, без чего он бы не стал другом египетского фараона. Лишь провалившись в колодец, в погоне за кроликом. Алиса очутилась в стране чудес. Другая девочка из сказок братьев Грим прыгнула в колодец за веретеном, встретила там госпожу метелицу и вернулась домой, нагруженная подарками. Во всех этих случаях конец счастливый, и можно подумать, что нет ничего безопасней и увлекательней прыжков в колодец. Но я вам советую, никогда этого не делайте. Раз на раз не приходится. Мало ли, что может случиться. И вот теперь, когда я вас предупредил, могу с чистой совестью вернуться к своей сказке. Разбиться котенок не боялся. Все кошки умеют мягко приземляться на лапы. И более того, опасность ушибиться одно не угрожала 007 просто потому, что колодец был необычный. И яма поначалу вертикальная. Вскоре плавно закруглялась. Тот, кто катался во дворе с горки на санках или даже без них, может легко себе представить падение в такой колодец. Полет оказался недолгим. Сначала 007 достиг довольно высокой скорости, а затем продолжал двигаться медленнее и медленнее, пока не въехал через открытую дверь в маленькую, плохо освещенную комнату без окон. Распахнутая дверь, впустив его, мгновенно захлопнулась. Котенок осмотрелся. У стены узкая кровать, посередине стол с двумя стульями. В ловушке. Хладнокровно оценил ситуацию 007 и, удобно устроившись на кровати, немедленно заснул. Это поразительное умение погружаться в сон в минуту опасности, выработанное 007 еще во время северных странствий, не раз помогало ему расслабиться и хорошо отдохнуть. Второй завтрак 007 Котенка разбудил негромкий стук в дверь. Тук-тук. Кто там? спросил 007. Он зевнул и сладко потянулся. Это я, агент очкарик, ответил тонкий голосок из-за двери. Принес завтрак для агента 007. Ага, я таки угадал его имя. С удовлетворением подумал 007. Спасибо, коллега, с удовольствием позавтракаю. Вежливо откликнулся он, хотя был сыт. Подумать только, совсем недавно мама Молли сварила большую кастрюлю гречневой каши, и они с аппетитом съели это сытное блюдо. Еще я пустошил бидон парного молока большой коровы. Но хитрый 007 решил не упоминать о завтраке из дипломатических соображений. Он отворил дверь и впустил гнома в комнату. Свеча горела на столе. Свеча горела, и в ее неверном свете можно было разглядеть поднос, а на нем сковородку с хорошо прожаренной летучей мышью. «Прошу садиться!» пропищал гном, усаживаясь сам на один из стульев. «Извините за скромное угощение! Чем богаты, тем и рады! Ух! Хе-хе-хе! Еще летучей мыши мне не хватало!» промелькнуло в голове 007. Но он опустился на другой стул, еще раз поблагодарил хозяина и принялся за еду. Оба разведчика внимательно присматривались друг к другу, сознавая, что первое впечатление самое верное. «Только поверхностные люди не судят по внешности», вспомнился 007 афоризм Оскара Уальда. Разумеется, лицо очкарика было скрыто очками, но вскоре гном, словно спохватившись, снял их и спрятал в боковой карман. Высокую конусообразную шляпу он оставил на прежнем месте. Это вместо форменной фуражки догадался 007 и подумал, любопытно, в каком он звании. «Майор же я, майор подземной разведки», как будто прочитав его мысли, сообщил очкарик. «Я слышал о вас слесные отзывы 007 и давно мечтал поработать с вами на благо наших цивилизаций», продолжал он, поглаживая бороду. Котенок понял, что перед ним профессионал высокого класса. Из-под густых бровей на него смотрели умные глаза агенты подземной цивилизации, на губах которого играла слегка насмешливая, но располагающая к себе улыбка. «А ведь я бы пошел с нему разведку», проникая симпатии гному, подумал 007. На этот раз интуиция подвела котенка, ибо ему была еще неведома вся глубина коварства подземных обитателей. Едва обсосав последнюю косточку летучей мыши, 007 испытал странный приступ сонливости, что показалось ему подозрительным, ведь он только что прекрасно выспался. Несомненно, в блюдо было подмешано снотворное. 007 оглушительно захрапел, уткнувшись в опустевшую сковородку. «Гном сделал свое тело, гном может уходить, ух, хе-хе-хе!» удовлетворенно перефразировал майор одного из героев Шиллера. Он бесшумно встал из-за стола, на цепочках покинул комнату, повесил на дверь замок и повернул ключ. Несколько минут очкарик прислушивался, а затем исчез в темном боковом проходе. Агент 007 продолжал храпеть еще некоторое время, но, услышав удаляющийся топот шагов майора, поднял голову и не удержался от смеха. Сонное зелье почти не подействовало на него, потому что он его употребил не натощак. Не будем забывать о гречневой каше. И главное, что коровье молоко вообще, а тем более парное молоко большой коровы, является превосходным противоядием. Всю сцену отравления 007 разыграл, как в театре, чтобы обмануть очкарика. И это ему удалось. Однако свежего воздуха в наглухо закрытой комнате оставалось все меньше. Страшно представить, окон нет, дверь заперта. Жизнь не такая плохая штука, чтобы вот так ни с того ни с сего с ней расстаться, сообразил отважный 007, и, чтобы не задохнуться, он вынимает из кармана мобильник, звонит на дискотеку и сообщает друзьям-танцорам свое местонахождение. Те, выпросив нужное оборудование у сторожа, сразу бросаются котенку на выручку. И вот уже скрипит лебедка, и стальной трос спускает носорога в глубину колодца. Там, в кромешной тьме, рино несколькими ударами рога щепки разносит ненавистную дверь. Лебедка вновь оживает, трос, виток за витком вложится на барабан, и, наконец, рино и 007 оказываются в объятиях гиппы, рины, гиппо и молодой львиной пары. Вот таким образом попытка подземной разведки устранить 007 окончилась полным провалом, а наша контрразведка получила ценнейшие сведения о подземной цивилизации. Разговор на вилле. Ваше здоровье, 007, торжественно произнес контрразведчик, поднимая бокал холодного молока, наполненный до краев хозяином виллы. Друзья обсуждали последнее событие, удобно устроившись в плетеных креслах на веранде кошачьего домика. Вы ловко обвели вокруг пальца этого коротышку, продолжал гость, не скрывая своего восхищения операции, проведенной 007 в колодце. Поразительно! Разбить противника на его собственной территории. «Здесь нет моей заслуги, ваше превосходительство. Все могло кончиться иначе. Если бы не пол бидона молока большой коровы, это ее следует благодарить». «Поблагодарим, не волнуйтесь». «Скажу по секрету, корова представлена к званию героя, но пока это государственная тайна. Пожалуйста, никому ни слова». «А я все слышала, все слышала», смеясь, выглянула из кухни мама Молли. «Да уж ладно, не проболтаюсь», успокоила она, заметив смущение шефа контрразведки. «Ваша мама не знает, что тоже награждена, дружище», чуть слышно прошептал шеф на ухо 007. «За гречневую кашу», пояснил он и многозначительно подмигнул котенку. «Ура!» закончил я рассказ сюжетом, выстроенным стройно, и лег в постель, шел третий час, я думал, буду спать спокойно. Но поутру приснился мне кошмарный сон о злом майоре и вилле и его жене, что утонули в синем море. И тогда до меня дошло, что планы и действия коварного гнома, майора подземной разведки Очкарика, должны быть обязательно разъяснены в следующей сказке». Продолжение следует...